Старый кирпичный дом на улице Карла Маркса, которому уже не один десяток лет, не оборудован безбарьерной средой. Высокие ступени, узкие коридоры, для обычного жителя такие характеристики вполне приемлемы, в то время как для человека с инвалидностью это становится проблемой. Елена Игина инвалид первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Чтобы выйти на улицу, женщине вместе с социальным работником необходимо было преодолеть 10 ступеней. Но так было раньше. Теперь в Бресте появился эффективный помощник, гусеничный подъемник Барс. Я иногда могла и сама держаться, и сфиксироваться. У меня получается просто только разница в ногах большая из-за перелома. Но все-таки с этой штукой лучше и удобнее. Я сносила коляску, а Елена Владимировна спускалась по ступенькам сама. То есть ей это было очень тяжело, потому что я физически не могу ее снести. Здесь коляска стоит на тормозах, и уже по ступенькам под ручку мы спускаемся. Садимся и дальше следуем, куда запланировали. В принципе, дороги у нас уже нормальные. То есть как для колясочников можно выезжать. Ну просто у нас все зависит от погоды и от других сопровождений. И с Барсом получается намного проще спускаться. Прибор позволяет преодолевать лестницы и лестничные марши, не оборудованные пандусами. Всего в областном центре таких гусеничных подъемников два. В территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского и Московского районов. Какое-то количество граждан обратилось в горосполком за тем, чтобы все-таки обеспечить им доступную среду там, где это даже невозможно. И город принял решение и купил для двух территориальных центров Ленинского и Московского района гусеничный подъемник Барс. Этот гусеничный подъемник теперь поможет преодолевать ступени в подъезде. Даже если в этом доме есть лифт многоэтажный, то 5-8 ступенек до лифта это тоже препятствие. И не все граждане с инвалидностью на коляске могут пересесть или спуститься по этим ступенькам. Вот сегодняшняя наша подопечная, она говорила, что бывает хорошее самочувствие, и она в принципе может преодолеть эти ступеньки. А бывает так, что ну никак, совершенно. И поэтому гусеничный подъемник это то устройство, которое теперь делает среду доступной. Человек может выйти на улицу, тогда социальный работник сможет его прогулять. То есть они могут просто покататься по городу. Но уже если необходимы такие услуги, как помощник по сопровождению, тогда значит они поедут уже с помощью Барсика. Так мы его ласково называем, уже в поликлинику. Для того, чтобы воспользоваться новой безвозмездной социальной услугой, необходимо иметь при себе заявление, удостоверение инвалида и паспорт. А так как большинство нуждающихся граждан состоят на обслуживании территориального центра, то им нужно только уточнить, что необходим гусеничный подъемник, потому что в доме есть ступеньки.